Не так долго осталось до канона Дня Всех Святых. Если ты до сих пор не придумал, в чём идти на Хэллоуин, то тебе поможет онлайн-магазин Всемайки.ру. Там ты найдёшь большой выбор одежды и аксессуаров на свой вкус и для любого случая. Ну а если же захочешь что-то более оригинальное, то на Всемайки.ру есть простой и удобный конструктор, с помощью которого ты сможешь создать свой уникальный дизайн. Переходи по ссылке в описании, делай заказ, вводи промокод ХОРРРО10 и получи скидку 10%. Скрежещит ключ в замке. Звякают в полиэтиленовом пакете бутылки. Глохо ударяются о полу сброшенные кроссовки. «Так вот», – доносится голос из прихожей. «Была-то такая странная тема. Да в комнату, в комнату пошли, на кухне бардак. Что за тема-то?» – отвечает второй голос. «В комнату, позвякивая пакетами, входят двое. «Скинь с дивана, всю хрень и садись!» Распоряжается хозяин, выгружая бутылки на низкий журнальный столик. «Сейчас открывашку найду». «У меня есть!» Гость лезет в карман. «Давай дальше!» «Короче», – хозяин получает открытую бутылку пива, делает глоток. Стукнулась ко мне в аське девчонка одна, типа «давай поболтаем все такое». «Бот?» – уточняет гость, открывая пиво и себе. «Да не!» – хозяин машет рукой. Я сперва тоже думал, что бот, а потом оказалось, что нормальная. Болтали, в общем, с ней по вечерам обо всякой ерунде. Но как это бывает, обо всем сразу. Я ей что только не рассказывал. Даже рассказал, как год назад чуть ли накрылся, когда с трасса вылетел на байке. Но помнишь, я говорил, «Лечу такой, и тут какая-то херь под колесом, и меня так езом на обочину». Грави, веером, все дела. Думал, все, кранты. Но хер там. Вырулил и дальше поехал. Помню. Гость кивает. «Ну вот». Хозяин трет лоб. А потом она как-то говорит. «А ты, мол, в Москве живешь?» Я говорю, «Ну да, в Москве». «На Юго-Западной?» «На ней, а что?» А она ставит смайлик и адрес называет. «Я охранял, так и говорю, а ты откуда знаешь?» А она опять смайлики ставит и говорит, телефонную базу купила. «Нихрена себе охраняли, да?» «Да вообще...» Гость разводит руками. «Что хотят, то и делают, твари. Хоть вообще телефон не заводи. И что дальше?» «Ну, я ей говорю, приходи, мол, в гости, раз адрес знаешь». «Она так...» «Приглашаешь?» «Я говорю». «Ну а что, ну и приглашаю?» «Она говорит, ладно, приду». «И что, пришла?» С любопытством спрашивает гость. «Хрен там был?» Хозяин падает на диван рядом с гостем. «Пропала из Аськи после этого, как и не было. Я ее дня три ждал. Статус каждые полчаса проверял, блин. Как дурак». «Ради нам мила». Хмыкает гость. Хозяин морщится. «Да если бы...» «Я, короче, потом ее ник отечественных поиск забил. И нашел ЖЖ на тот же ник. И там, блин, последняя запись». Он начинает медлить, подбирая слова. Она год назад написала ей вроде как ее отцом, что типа умерла, мол, она. Несчастный случай. Ловила машину на шоссе. И хер знает, из-под колес у кого-то гравий вылетел что ли. И камень ей в глаз попал. Ей, конечно, на месте. Придурка так и не нашли. И фотография такая с черной рамочкой. Красивая девчонка. Он делает большой глоток пива. Рыжая. «Рыжая?» Медленно повторяет гость, глядя в угол комнаты. «В белой футболке и в сарафане поверх». «А? А ты откуда?» Хозяин скидывает глаза на гостя, а потом поворачивается и тоже смотрит в мою сторону. «Привет!» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова